Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатулин. Рост китайских акций быстро исчерпал себя на обещаниях стимулирования со стороны китайского правительства в понедельник. Согласно последним данным, власти воздерживаются от прямого участия в спасении фирм-должников, хотя в 2016 году при схожей ситуации все было иначе. В понедельник последовала своеобразная рекомендация частным фондам в Китае принять участие в выкупе проблемных акций компаний. Которые фирмы использовали в качестве обеспечения под кредиты. 11 брокерских фирм согласились выделить 21 миллиард юаней на покупку акций, что по сути капля в море для 3 триллионов юаней токсичных займов, которые сейчас обеспечены падающим фондовым рынком. Шанхайский композитный индекс развернулся вниз после бычьего понедельника. Сегодня он прибавил совсем немного, около 0,3%. Быстро пройти уровень 2500 ему вряд ли удастся. Некоторое время индекс протопчется около этого уровня. В пользу отката наверх пока нельзя выделить ни одного существенного драйвера. Гонконгский индекс, хотя он логично движется вслед за падающим материком Китаем, сегодня закрылся в минусе на целых 0,38%. С февраля индекс потерял почти 1,5 стоимости и новогоднее ралли по нему вряд ли предвидится. Что-то больше, чем подстелить соломку, правительство Китая оказалось не готово, что вызывает удивление, так как частный сектор обеспечивает 50% налогов, налоговых поступлений в казну, более 60% ВВП, более 80% городской занятости и даже 90% новых созданных рабочих мест. Возможно, правительство рассматривает перспективу ликвидации пузыря управляемыми, то есть, по их мнению, возможно, первыми идут самые неэффективные и высокорискованные. В какой-то момент правительство может выступить с серьезной интервенцией, но очинить потребительские и корпоративные настроения после разворота ожиданий обычно куда более затратно и длительно. Ситуация напоминает кризис 2008 года в США, только вместо акций нужно поставить слово «недвижимость», классический кредитный пузырь. В США на помощь тогда пришел Федрезерв, но в Китае Центральному банку только придется начать расхлёвывать эту кашу. Пока китайский иностранный банк сосредоточен на банковской системе и поддержании производственного сектора, который стремительно теряет в темпах роста и дестабилизации торговых отношений в США. Все недавно озвученные меры, это увеличение аукционных репост, снижение нормы резервирования и другие, они направлены на то, чтобы наполнить банки сейчас деньгами. Китай не может полноценно активировать механизм усиленного потребления, то есть перехода в потребление, чтобы оно давало основной вклад в рост, чтобы оно поддерживало экономику, несмотря на обгоняющее производство темпы роста импорта. Прогноз ускорения импорта сдерживает слабее щуань, так как импорт логично при этом дорожает. Немного статистики, чтобы дать представление о востроте проблем с долгами частных компаний в Китае. Из 724 компаний 734 технологического индекса China Next прибегали к практике финансирования под обеспечение акциями. Рыночная капитализация компаний данного индекса составляет около 580 миллиардов долларов. С конца мая индекс просел более чем на треть. По классам A акции в Китае 16% из них заложены в качестве обеспечения по кредиту. Это достаточно высокая доля, высокий процент. В 2015 году эта цифра составляла всего лишь 10,3%. На широком рынке 148 компаний из 3571 заложили более чем 50% собственных акций под кредит, несмотря на законодательные ограничения в 50%. Спасибо, конечно, теневому финансированию с помощью банков. На 9 октября у 780 компаний обесценение активов приблизилось к уровню Margin Call. Позиция 594 компаний приближается к принудительной ликвидации, то есть к моменту, когда, по сути, придется расплачиваться по долгам. Соответственно, сравнивая падение шанхайского композитного индекса, который у нас отмечен здесь красной линией, и China Next, это вторая линия, можно отнести разницу в этом падении за тот же период как раз к рискам финансового рычага, который различается между компаниями в этих двух индексах. У China Next, конечно же, больше, поэтому ее падение составило, естественно, больше процентов, именно потому, что инвесторы закладывают этот риск, риск дефолтов компаний. Несколько также слов про прошедший аукцион ГКО в США. При прогрессивном росте объема размещений в январе это было всего лишь 26 миллиардов, сейчас уже темп размещения составляет 38 миллиардов за аукцион. Спрос на бумаге остается высоким, соотношение заявок к предложению находится на уровне 2,6 против 2,4 на прошлом аукционе, и это чуть ниже 6-месячного среднего, в 2,75. Что действительно любопытно из прошедшего аукциона, так это резкий перевес в пользу косвенных заявок. Вот на этом графике можно видеть, что именно последний аукцион здесь произошел резкий перевес в пользу косвенных заявок, это зеленая линия. При этом доля прямых заявок уменьшилась также значительно. Доля непрямых заявок составила 52,6%, хотя на прошлых аукционах составляла меньшую долю. Это максимальное значение с декабря 2017 года против 40% в прошлом месяце. Прямых покупателей что-то отпугнуло, на этот раз их доля, как видно, снизилась всего лишь до 5% против 13,4% в прошлом месяце. Напомню, что косвенные заявки в основном представлены иностранными покупателями, действующими через посредников США. Здесь какая основная идея. Увеличился спрос на безрисковые защитные активы со стороны иностранного спроса, причем именно на двухлетней бумаге, потому что это данные по аукциону двухлетних бумаг. По ним спрос увеличился, по ним спрос в принципе был слабым, они неохотно тянулись, спрос по нему неохотно тянулся наверх из-за ожидания как раз-таки бычьего ФРС. Поэтому ранее, вот именно здесь, когда ожидания по повышению ставок были высокими, то спрос со стороны иностранных покупателей был низкий, потому что они боялись дальнейшего обесценения двухлетних годов. Но сейчас, как видите, тенденция изменилась, это довольно интересный разворот. Произошел определенный этим трендом сейчас, руководят ожидания серьезной рыночной турбулентности впереди и также ожидания замедления повышения ставок в ФРС. Вот если взглянуть на данные Чикагской биржи, то видно, что фьючерсы на ставку уже накладывали 72,8% вероятность повышения ставки в декабре, хотя на прошлой неделе она составляла 81%, то есть сейчас происходит некоторый откат в ожиданиях. Это также стоит учитывать вообще в динамике доллара и остальным активам также. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии и увидимся с вами в пятницу.